Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Технологии для бизнеса». С вами ее ведущая Наталья Родионова. И сегодня у нас в гостях президент компании Siberian Wellness Татьяна Гороховская и Юрий Гичев, руководитель научно-инновационного центра компании Siberian Wellness. Здравствуйте! Рада вас видеть. Спасибо огромное за приглашение. Сегодня поговорим о том, как будет выглядеть бизнес будущего, каким образом российские компании выходят на международный рынок, как им это удается, с каким успехом, какие есть трудности, какие проблемы. Ну и какие страны являются наиболее перспективными для открытия бизнеса. Ну и также затронем тему wellness индустрии, потому что это тоже сейчас очень актуально, очень важно. В связи с этим первый вопрос. Какие возможности есть у российских компаний для выхода на международный рынок? Ну вы знаете, сейчас такой очень интересный момент, когда российские компании в принципе понимают, что работать на одном рынке это не очень интересно, не очень перспективно и на самом деле не очень выгодно. И они начинают приобретать такие компетенции, как выход на международные рынки. И у нас появляются хорошие бизнес-школы, которые помогают им освоить навыки, знания какие-то для того, чтобы этот шаг первый важно сделать. Но я хочу сказать следующее, что на самом деле, на мой взгляд, вот be global or die. То есть если ты не хочешь становиться глобальной компанией, то ты всю жизнь будешь... Останавливаешься развитие. Да, ты останавливаешься развитие, твой бизнес все меньше, 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 меньше. А на самом деле, ну понятное дело, что нас там никто не ждет, но никто никого нигде не ждет. И везде нужно отвоевывать свое место под солнцем. Но я бы хотела сказать, что мы делали этот шаг когда? В каком году? Впервые наши... В 2004 год. Мы начали экспансию в 2004 году. Сейчас более половины оборота компании делается за рубежом. И я хочу сказать, что то, что мы начали это делать, это очень круто и важно. И я хотела бы, чтобы все предприниматели начали разворачивать свой, так сказать, взгляд свой в сторону международного бизнеса, потому что за этим реально будущее. А с какими проблемами приходится сталкиваться на первоначальном этапе выхода в ту или иную страну? Это очень хороший вопрос, потому что на самом деле проблема самого разного плана. Нормальные, обычные бизнесовые проблемы. Проблема, что не хватает ресурса кадрового, у кого-то, возможно, финансового. Проблема, что не хватает компетенции. Ключевой момент, потому что бывает, что если ты выходишь на рынки, которые близки тебе с точки зрения культуры, с точки зрения законов, то ты просто увеличиваешь орг структуру. А когда выходишь на рынки, совсем требующие других компетенций, ну типа дальнего зарубежья, Вьетнам, Европы, тебе нужно наращивать большое количество компетенций. И никто не говорит, как это делать. То есть ты должен сам найти источник для того, чтобы вырасти. Вот, например, давай вспомним вот эту историю Германии, как нам пришлось очень сильно вырасти для того, чтобы мы закрепились на немецком рынке. Для нас это самый такой жестокий кейс был. Ну, я бы сказал про Германию, Европу и Соединенные Штаты Америки. Многие предприниматели из России боятся выходить на эти рынки по той простой причине, что они боятся жесткого законодательства, жестких проверок, совершенно других условий сертификации, которые им кажутся совершенно драконовскими, полного отсутствия взяток, коррупции и всего прочего. Предприниматели, выросшие в условиях рынка России или, так скажем, восточного блока, привыкли к тому, что есть всегда какие-то обходные пути, через которые можно договориться, быстро сделать и быстро начать. И вот эта сложная процедура вхождения в рынок, когда ты действуешь только по правилам, многих пугает. И они боятся, что они со своим менталитетом, со своим желанием скорости не смогут этого сделать. Когда мы прошли через вот эти драконовские этапы развития в Германии и в США, мы поняли совершенно потрясающую мысль, что зато, когда ты пройдешь это все, с тебя снимаются все ограничения, потому что ты начал играть по этим правилам, и тебя никто уже никогда не будет останавливать, тебя уже никто никогда не будет проверять, никогда уже не будет каких-то проверок, вопросов и так далее. Ты прошел этот путь, все, ты нормальный игрок рынка. Говорит ли это о том, что появляется некое доверие компании, некий статус и некий авторитет? Я бы не сказал, что это доверие лично к нам появляется. Это доверие там существует столетиями к тем компаниям, которые играют по правилам. Если ты играешь по правилам, все, ты реальный игрок этой экономики. А у нас, к сожалению, в России и соседних рынках правил нет, они постоянно меняются. Есть дополнительные какие-то серые правила. И все играют вот в этом поле, не зная точного исхода. И все в любой момент может поменяться. Кому-то кажется, что это легче. Но если у тебя глобальный долгоиграющий бизнес, ты понимаешь, лучше сначала приспособиться играть по определенным правилам, и потом об этом никогда уже не думать, а только о бизнесе. Доверие появляется. То есть через какое-то время любая компания, она нарабатывает себе вот такой капитал доверия. И мы можем на своем опыте сказать, что это здорово, что к нам уже относятся на рынке Дальней Азии или Европы, уже понимают, что бренд Саберин Веллнесс, да, это стабильность, это здорово, это очень высокое качество. Мне кажется, любая компания может это наработать. Просто поставить цель и идти в эту сторону, все получится. А говорит ли это о том, что нужен некий временной период, допустим, когда компания существует 10, 20, 30 лет, ну, естественно, доверие уже есть, понимание того, что компания стабильная есть, все хорошо. А когда компания только выходит на рынок, и она новая абсолютно, есть какие-то здесь моменты, которые стоит учитывать для того, чтобы, ну, как-то чувствовать себя увереннее? Ну, мое мнение заключается в том, что если у вас есть качественный, перспективный продукт, неважно, сколько вам лет, пусть хоть полгода, если вы абсолютно уверены в том, что это продукт перспективный, качественный, инновационный или необычный, то смело можно выходить на рынок. Пусть вам будет хоть 30 лет, но если ваш продукт работает только на нашем рынке, бесполезно что-то делать. Никто не воспримет серьезно то, что вам 30 лет. Здесь важно, чтобы вы признали и за границей в том числе. Ну, когда мы выходили на рынок, первый раз это был рынок Болгарии, мы были абсолютно уверены в том, что мы несем интересный, инновационный продукт. Мы были абсолютно в этом уверены. И именно поэтому у нас все и получилось, потому что у нас действительно в руках было то, что можно было предложить, то, что бы вызвало интерес. Важный момент, на самом деле, вот три этапа, которые каждая компания должна пройти, вот три самых больших вызова, которые стоят перед любой компанией, когда мы выходим. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно, по сути, взять бизнес-ядро и очистить его от регионального признака. То есть нам нужно подумать в глобальном масштабе, как мы будем интересны всему миру. Это очень важный момент. То есть это, получается, первый этап, который нужно сделать, потому что просто очистить от этого. Второй важный такой этап, это когда ты берешь и думаешь, вот у тебя очищенная бизнес-ядро, которая представляет тебе интерес. Вот для данного локального рынка, рынка Гонконга, рынка Вьетнама, рынка Германии, рынка Сербии, как ты будешь очистить местные особенности, менталитет для того, чтобы адаптировать его. И третий вызов, который каждый предприниматель, каждый руководитель компании знает, что и у себя-то в стране трудно иногда наладить управление. А теперь представляете, что у вас огромное количество рынков, они все в разной стадии развития, и ты должен... И они все совершенно разные, эти рынки. Да, вы видите, это международная команда, и это, конечно, большой вызов. Но, ребята, это такие огромные возможности, что, не знаю, мне кажется, самое страшное, что могло бы случиться в моей жизни, это чтобы мы не вышли на рынки. Поэтому все получится. То есть лучше пробовать просто и учитывать некоторые основные аспекты, которые наиболее важны. Вот эти три момента, все этого достаточно. Отлично. Вот сейчас хотелось бы как раз затронуть тему wellness-индустрии, потому что это сейчас такая актуальная тема. Сейчас очень популярен тренд на здоровый образ жизни. Все так или иначе с ним связано. И вообще самые разные сферы экономики с ним связаны. Вот давайте поговорим о том, что такое wellness-индустрия. Вот есть ли в нескольких словах об этом сказать? Ну, когда речь заходит о wellness-индустрии, очень многие люди говорят, а что здесь нового? Вот в Советском Союзе, помните, были соревнования, рабочие коллективы, в воскресенье выезжали, бегали на лыжах, или там играли в футбол. Был культ, условно говоря, здорового образа жизни. Вот если мы хотим говорить серьезно языком бизнеса, то давайте вспомним, что это было на самом деле. По сути дела, это было некое занятие свободного времени. Потому что никто перед собой не ставил никаких задач, связанных с его жизнью, с его целями в жизни. Для людей это был просто, условно говоря, некий энтертейнмент. Выехали, повеселились, провели хорошо воскресенье, получили приз в виде какой-нибудь сковородки. Все здорово. Но если брать жизнь каждого человека, то в принципе в ней ничего не менялось. И вот эти участия в этих соревнованиях никак не меняло жизнь человека самого. Поэтому это не была бизнес-индустрия. Это была индустрия, скажем, такого социалистического развлечения. Только потому, что надо, потому что все делают. Только потому, что у людей огромное количество свободного времени. Их нужно как-то структурировать, их нужно как-то организовать. И вот это хорошая тема, которая везде в газетах муссировалась. Но если мы взяли бы реального человека из того Советского Союза, это никак его жизнь не меняло, вот по большому счету. Что мы имеем в виду под индустрией wellness сейчас? Продолжительность жизни современного человека очень сильно увеличилась. Давайте возьмем Японию. Средняя продолжительность жизни приблизилась к 86 годам. Это значит... Это прилично. Это не то, что прилично. Многие не понимают, что это средняя цифра. А это значит, что есть определенное количество людей, ну, скажем, 100 тысяч человек, доживших до 76, а есть 100 тысяч человек, доживших до 96 лет. Представляете, какое огромное количество времени появилось у человека. Плюс ко всему добавьте сюда технологии, которые разгрузили нашу жизнь, и у нас появилось огромное количество свободного времени. Плюс добавьте сюда развитие современной экономики, которая человеку дает большое количество денег. В итоге у него получается большое количество денег, очень много свободного времени, современные технологии ему дают огромное количество поводов для развлечения, путешествий, занятия себя чем-то. И он начинает ценить время своей жизни совсем с другой точки зрения. Оно ему нужно для того, чтобы наполнить вот эти, скажем, 50-40 лет полноценной жизнью, полной возможностей. И он начинает к этому относиться, как к некоему очень важному ресурсу своей жизни. Такая ценность появляется. Появляется ценность, которая непосредственно связана с его жизнью. Потому что у него есть какие-то привычки, у него есть какие-то цели, у него есть какие-то амбиции, и этот ресурс работает на них. А если он будет сокращаться, значит будут сокращаться его цели, его амбиции, его возможности в жизни. И у людей начинает выстраиваться строгая параллель, что чем больше у меня этого ресурса, тем больше у меня в жизни будет вот этого, чего я ценю, ради чего я сюда и пришел. Именно поэтому wellness-индустрия развивается именно в развитых экономиках, а не в отсталых, где у людей до сих пор нет ни времени, по сути дела, ни денег, ни возможностей. Там процветает по-прежнему здоровый образ жизни в социалистическом смысле. И wellness-индустрия как раз работает на то, чтобы дать человеку инструменты реальные, повседневные, будь то здоровое питание, будь то какие-то спортивные упражнения, будь то какие-то специальные биологически активные комплексы, которые могли бы позволить ему повысить этот ресурс, удлинить вот это время здоровой жизни, которое он может потратить вот как раз на свои цели. И в этом кардинальное отличие. То есть, если раньше мы считали, что это нам отпущено откуда-то сверху, мы повлиять на это не можем, мы доживаем до определенного возраста, и дальше включается медицина. А вот то, что до медицины, мы на это повлиять никак не можем. А вот как раз wellness-индустрия, которая сейчас развивается, помогает нам влиять на вот эту часть, чтобы мы как можно больше прошли полноценной жизни без медицины. Хорошо, вот это очень интересная тема. Я предлагаю ее продолжить во второй части нашей программы. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, в эфире программа технологии для бизнеса. С вами ее ведущая Наталья Родионова. Я напоминаю, что у нас в гостях президент компании Saberian Wellness Татьяна Гороховская и руководитель научно-инновационного центра компании Saberian Wellness Юрий Гичев. Татьяна, Юрий, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Дорогие друзья. Мы в первой части программы поговорили о том, что такое wellness-индустрия, о том, как выйти на международные рынки российским компаниям. И сейчас продолжим тему с точки зрения инновационных подходов. Что сейчас появилось нового и что можно назвать таким вот самым ярким трендом? Ну вот, наверное, из самых ярких трендов, да, это то, что пришло сейчас из Силиконовой долины. И, по сути, вот как раз одни из самых там состоятельных, раскрученных людей, продвинутых людей раскручивают. Это тема биохакинга. По сути, это модное название антиэйш-терапии, то есть это вещь, которая, в принципе, была известна, но сейчас она становится абсолютно хайповой, потому что люди живут дольше, денег у них все больше. Вы представляете, да, когда ты молод, когда ты включился в бизнес, когда ты 30 годам поднял очень крутой стартап, у тебя очень много денег, и ты хочешь наслаждаться этим. И понятное дело, что ты можешь там в 40, 50, 60 лет, может быть, в одном состоянии физическом и умственном, а может быть, совсем в другом. И сейчас многие пытаются, по сути, как бы усилить ресурсы своего организма, да, по сути, пишут, что взломать код, но на самом деле это просто усилить наши итакы ресурсы, которые есть для того, чтобы жить дольше, для того, чтобы мозг был максимально долго в активной форме, для того, чтобы ты выглядел классно. Чтобы работать можно было после шутения. Да, ты полон энергии, и ты можешь реально выдерживать там, ну, очень долго темп, когда у тебя 4 часа, может быть, сон. И мы тоже часто, поскольку это огромный тренд, и мы тоже от продуктов, которые просто поддерживают, ну, там, состояние здоровья, иммунитет, еще что-то, очень активно идем в эту тему, потому что мы сами такие же, мы тоже хотим жить долго, и мы хотим классно выглядеть. И у нас очень большой, вот сейчас именно надвижняк такой идет, это прям серия продуктов, которые мы специально делаем для людей бизнеса, потому что мы очень хорошо понимаем их проблемы. Вот, и вот это направление, которое будет развиваться, просто чтобы люди ни о чем не думали, они взяли несколько капсул, и они знали, что о них позаботились. Вот это очень важно. Вот как раз про потребителей очень важно поговорить, потому что это и бизнес-аудитория, это и молодые мамы, и люди старшего возраста, то есть это такое вот всеобщее понимание того, кому нужны продукты. Как соответствовать? Что сейчас компании делают для того, чтобы понимать и учитывать потребности каждой категории? Ну, здесь очень важный момент. Если мы говорим про Siberian Wellness, то исходно изначально мы, скорее всего, работали не от аудитории как таковых, у которых есть какие-то свои потребности, сколько шли немножко вперед и предлагали людям то, что сейчас есть на инновационном современном рынке, и приучали их к новым продуктам, приучали их к новым идеям. Потому что, если вспомнить, например, 2003 год, когда мы предлагали первые инновационные схемы очищения или первые препараты хронобиологии, тогда об этом вообще никто не говорил, и аудитории никаких не было. А сейчас у этих продуктов есть огромное количество последователей. И я считаю, что в этом и главное отличие нашей компании заключается, что мы идем немножко на шаг вперед, мы пытаемся найти в мире что-то интересное, что-то инновационное, какие-то новые технологии, новые продукты, привязать их к нашему пониманию ощущения здоровья как внутри самих себя, а потом предложить это людям и рассказать, почему это нужно. И, по сути дела, мы формируем аудитории, а не идем от них. И мне кажется, это вообще сейчас самый перспективный современный подход. Ведь все уже разочаровались в фокус-группах. Нужно предложить человеку что-то, о чем он, может быть, еще не знает. А это будет настоящий бизнес-результат. Но есть аудитория, Наталья, в поддержку, которую мы прямо прицельно развиваем. Например, мы очень активно взялись за тему спорта полтора года назад и подумали, почему так много продуктов, которые содержат химические компоненты. И поставили цель выпустить. Давайте попробуем просто выпустить натуральный спортпит. И вот есть часть сегмента спортсменов, которые это оценили. После этого контракты с Олимпийским комитетом России появились, или вот то, что универсиаду сейчас полностью будем кормить ребят-спортсменов. И прямо получилось. То есть люди это восприняли, увидели. И мы уже 5% рынка заняли. Это очень здорово для начала. Это в мировом контексте, да? Это СНГ пока. Мы только начали, нам же всего чуть больше года. И мы дальше начинаем наши спортпедии. То есть есть сегменты людей, для которых вот эти принципы компании очень важны. Важны это бизнесмены, конечно, очень. Ну, деловые люди, понятное дело. Это спортсмены. И молодые мамочки остаются нашей целевой аудиторией, потому что им нужно заботиться не только о себе, но и о своих семьях. Это огромная нагрузка. Конечно. Теперь, если посмотреть с обратной стороны. Кто движет сейчас с компаниями? Понятно. Наверное, сразу отвечу на вопрос, что это люди. Как удается организовать и помогать, вообще мотивировать людей? И кто сейчас, какие возрастные категории задействованы в продвижении собственных компаний? Давайте поговорим об этом. Ну, вы знаете, наши люди – это наша гордость. Каждая компания притягивает особый вид людей. И Сайберен Велос притягивает очень осознанных людей, с очень такой правильной жизненной позицией людей-достигаторов, которые ставят цели перед собой и хотят что-то изменить не только в своей жизни, но и в пространстве. Это огромная гордость. И я вчера разместила пост, мы отказываемся от одной нашей из крутых линеек. Это GreenPin, это домашняя химия. Почему? Потому что в России приняли закон о обязательном тестировании на животных, а мы это никогда не можем делать. Но анимал-тестик – это одна из наших ценностей. И та волна, которая поднялась среди людей, то есть это вот ценности, которые люди… Они не думают о прибыли, которую они представляют. Они понимают, что есть вещи, которые нужно изменить в государстве. То есть это люди очень цельные. И в первую очередь это люди ценностей. Вот я бы так сказала, что наши люди – это люди ценностей. Что касается возраста, то это, наверное… Вы знаете, они очень разные. У нас принцип, что у нас очень семейные компании. Поскольку у нас больше 20 лет, то у нас уже после родителей приходят дети. То есть это нормально считается, когда у нас прямо передается полупоколение. Что касается возраста, самые разные ребята. Есть и молодые совсем. Есть люди более зрелого возраста, которые уже понимают, что надо инвестировать во что-то ценное. Есть какие-то различия между пониманием, как делать свой бизнес у молодых людей и у людей более старшего поколения? И в чем эта разница? Есть, конечно. Почему? Потому что люди более старшего поколения, они строят, в первую очередь, на оффлайновом общении. Ну вот мы тоже иксы, мы с Юрой иксы. Мы абсолютно оффлайновые люди. То есть я завела Инстаграм, потому что мне нужно общаться с игреками. А что касается молодых ребят, то поскольку они реально… Соцсети – это их реальность, они совершенно спокойно выстраивают отношения с помощью соцсетей и быстро тиражируют свой бизнес. Мы стараемся. И я думаю, что для любой компании это очень важно. Если мы хотим работать с этой аудиторией, тогда весь этот инструментарий важно предоставлять. Потому что, чтобы они легко могли отправлять реферальные ссылки в другие страны, в другие города, чтобы они могли легко контактировать. Они ценят мобильность, они ценят гибкость, в то время как крепкие кссы ценят оффлайн. То есть фактически из любой точки мира любой человек, специалист, лидер компании может как-то задействовать других людей. Получается ли, насколько это эффективно? Да, мы на самом деле выстраиваем вот эту цепь онлайн и оффлайн магазинов в более чем 60 странах мира, чтобы ты мог строить бизнес везде. Чтобы ты мог… Любой клиент, не знаю, там сейчас в Нью-Йорке у вас или в Хануэ, в Хашимине, или в Стамбуле, они сделают заказ, они имеют возможность прийти реферальные ссылки, сделать заказ, а утром каждый партнер компании видит это в своем офисе. Это очень удобно. Ну а вообще сейчас потребительский рынок насколько, какими темпами развивается? Есть ли какая-то, может быть, потребность в инновационных продуктах? Ну вот мы об этом уже затронули, поговорили, да. Но что сейчас такое самое топовое все-таки для людей? Вот что им нужно? Знаете, тут нужно делить, поскольку мы говорим о международном бизнесе и у нас, как о международной компании, мы должны понимать, что степень развития рынков в каждой стране, она очень разная. И Россия застряла где-то посередине. То есть, если мы возьмем американский рынок, то это просто безграничное количество возможностей, идей, это некий бурлящий котел, где постоянно возникают новые продукты, новые подходы, новые идеи, новые термины. И там, конечно, работать очень интересно, потому что, если ты инновационная компания, то для тебя есть возможность пристроиться в любую из этих ниш. В России, к сожалению, еще достаточно консервативный подход. Люди смотрят на велнес-рынок, но если мы не берем вот эти узкие сегменты бизнесменов, которые понимают, что это такое, или спортсменов, которые в силу своей подготовки знают очень много, или, скажем, тех же мамочек, которые в силу очень ответственного отношения к себе и к своему будущему ребенку, читают очень многое и очень многое понимают. То вот если мы возьмем в целом наш рынок, то он еще застрял в неком таком промежуточном состоянии, когда он хочет найти что-то для лечения каких-то проблем, но не медикаменты. Но это российский рынок. Это российский рынок. И то, что можно сделать на этом рынке, может повлиять совершенно в более широком плане на их жизнь, чем на какие-то отдельные проблемы. Кстати, важный момент. У индустрии продаж колоссальный ресурс. У нас здесь компания в России, причем потому что, если мы посмотрим на Штаты, там емкость, вообще обороты компании продаж более 35 миллиардов. Мы посмотрим Китай. Китай там больше 30. Ну ладно, мы скажем, там рынки огромные. Но если мы посмотрим Германию, Германия 15,3, а Россия всего 2 с копейками миллиарда. То есть у нас огромный потенциал для роста. Это потрясающие еще у нас возможности. То есть получается, что людям нужно чуть больше информации, чуть больше каких-то таких вот возможностей видеть, для того, чтобы понимать, куда мы идем, что нам нужно. Соответственно, есть куда расти, конечно. Есть куда расти, но я приведу один простой пример с опять же Соединенных Штатов Америки. Есть неизвестная совершенно у нас компания Weight Watchers в Америке, которая занимается проблемами излишнего веса и самое главное поддержание потом жизни в нормальном весе. Ну, казалось бы, узкая некая сфера. Многие этим занимаются разные. Там есть медицинские представители, кабинеты, теории, школы и так далее. Ну, казалось бы, что в этом такого? Но на минуточку. Оборот компании Weight Watchers, которая работает только в Соединенных Штатах Америки, больше, чем оборот компании Яндекс. И это только одна маленькая часть wellness-индустрии. Это прямая зависимость от потребности. Это когда у человека формируется потребность, он видит, что это работает, он видит реальные знания или инновационные продукты, и он готов платить деньги. Все. Хорошо. Татьяна, Юрий, наша программа подходит к концу. В завершение, что могли бы пожелать потребителям, партнерам, коллегам, другим компаниям, которые выходят на новые рынки? Спасибо огромное за это чудесное интервью. Я хотела бы пожелать, просто не бояться, не боги горшки обжигают, и ничего сложного там нет. Вы будете собой гордиться, после того, как вы решите, что ваш бренд достойно должен быть представлен на международном рынке, и оно того точно стоит. А со своей стороны я хочу добавить, что нужно верить в свой продукт или в свою идею. Вот это самое главное, с чего начинается любой бизнес. Вот вы его когда-то начали с этой идеи, и вы верите в эту идею, и значит, у вас все получится на любом рынке. Спасибо. Татьяна, Юрий, спасибо большое за такой интересный, насыщенный рассказ. Очень было интересно с вами поговорить. Дорогие друзья, в эфире была программа «Технология для бизнеса». Ее вела Наталья Орденова. И в гостях у нас была Татьяна Гроховская, Юрий Гичев. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин